Пацаны, нам попался настоящий Маламандрос! Видите, Маламандрос ЗЗ? Это настоящий! У него статуи Рейл Пасса, у него костюм из статуры Рейл Пасса! Всем привет, друзья! С вами Маламандрос! Сегодня вышло обновление в нашем любимом PUBG. Обновление 0.13. Если честно, я не ожидал его так скоро, ведь, как правило, обнова выходит с началом нового рейтингового сезона. Но в этот раз и месяц это не прошло, но обнова уже у нас. Причем, судя по списку, изменений довольно много. Давайте же пройдемся вкратце по этим изменениям. Но перед тем, как мы продолжим, обязательно прожмите лайк этому видео и подписывайтесь на канал, если все еще не подписаны. Для вас это дело одной секунды, а мне будет приятно. Ну, а теперь погнали! Естественно, начнем с внешнего вида. Мне на почту пришло письмо с новой заставкой внутри. Я уверен, пришло это также всем. Эту заставочку можно врубить вместо заднего фона. На ней, естественно, изображен Годзилла и Гидора, которые тусуются на Викенде в Динопарке. Видимо, коллаб еще продолжается, и тема с Годзиллой еще очень долго не уйдет. Потому что также появился новый кейс «Припасы монстра» за 20 ЮЦ. В нем есть скин на КМ Пламя, футболка и кепка, ну и остальная всякая шушера. Как по мне, такая себе награда, поэтому я приберегу ЮЦшки на что-нибудь другое. Еще обновился премиум кейс Папка, и там появился костюм реального Годзиллы. Ну, как бы видно, что это просто костюм по молнии у него на пузе, но все же выглядит угарно. Точно уж лучше, чем просто кожаная куртка с позвонками. Также из интересного здесь рюкзак, который имеет позвоночник, как у Годзиллы. Что я заметил, так то, что у кейса появилась какая-то звездочка, и она говорит нам, что будет гарантировано выпадение легендарного предмета с первыми 10 розыгрышами. То есть, если мы откроем 10 кейсов, как я понимаю, нам точно дадут лего, а то есть розовую шмотку. Честно говоря, я хз, вот выпадет какая-нибудь такая маска и все. Я даже не знаю, стоит ли тратить деньги на эти кейсы, но, может, сделаю отдельное видео с опенкейсингом этого ящика. Пишите обязательно в комментариях, если хотите опенкейсинг как можно скорее, ну и, конечно, ставьте лайки, если их будет очень много, обязательно поковыряем этот ящик. Ну все, хватит о кейсах, идем дальше. Хотел бы я рассказать вам сначала об ачивках, но, блин, все они завязаны на новый режим командный бой насмерть, который я хотел оставить на вкусное. Ну да ладно, придется сначала рассказать о нем. Этот режим, по сути, является основным гвоздем этого обновления. Суть его в том, что две команды 4 на 4 должны сражаться друг с другом до определенного количества фрагов, только теперь не по правилам королевской битве, а как в классическом дезматче. Для этого сделали отдельную карту, и у каждой команды есть своя база респауна. Ну и, по сути, все, ничего сложного. В конце определяется MVP катки. Сегодня вечером, думаю, на стриме на втором канале обязательно покажу этот режим поближе. Ну и, конечно, появились, как я уже сказал, новые достижения, то есть ачивки. Первое это альфа и омега. Для получения такой ачивки нужно выполнить первое убийство и нанести победный удар в режиме командный бой насмерть. Ну то есть смысл в том, что вы должны сделать и первый, и последний фраг на карте. За это мы получим 5 фрагментов купона. Следующая посланник войны. Ачивка относится к этому же новому режиму. В подарок дают купон премиум ящика. Для этого нужно сделать 20 первых фрагов, отомстить 20 раз, видимо убить того, кто убил вас, получить ранг легенда и сделать 20 финальных фрагов в этом режиме. Очевидно, что все это можно выполнять очень-очень долго, так как первое и последнее условие, как минимум, у вас получится выполнить не раньше, чем через 20 каток. Следующая ачивка Т-800. Для получения этого достижения нужно взять титул терминатора в новом режиме. Видимо, это одно из званий, из которых даются за фраги внутри катки. Ну и легион победы. Нужно выполнить от 1 до 20 чистых побед в новом режиме. Что значит чистые, я фиг его знает. Типа в сухую, наверное, или с большим отрывом. Ну, в общем, здесь можно хапнуть целый классический купон на ящик. Еще, судя по перечню обновления, добавили подарки за популярность. Для чего они нужны, я пока не понял. Кто не знает, популярность находится в карточке игрока. То есть заходите к себе либо к другу в профиль и нажимаете вот на эту кнопку. Сначала я думал, что это граффити, который впоследствии можно будет спрейить куда-нибудь в игре, как в китайской версии PUBG Mobile. Но оказалось, что это не так. Вы можете зайти к другу и подарить ему обычную курицу. Но после обновы уже можно добавить более дорогой подарок. Причем как за БП, так за серебро и ЮЦ. Тачка стоит аж целых 100 ЮЦ. У каждого подарка есть своя анимация, и чем дороже подарок, тем больше он прибавляет популярности тому, кому вы его дарите. Зачем копить эти подарки, честно, я не знаю. У меня пока что лишь 92 обычных курочки, и фиг его знает, что с ним делать. Возможно, когда-нибудь они реально станут спреями. Но поживем, увидим. У меня пока что популярность аж целая 21 тысяча, чтобы это не значило. Много или мало, я не знаю. Мне кажется, довольно много. В настройках появился очень интересный пункт. Это раздельная кастомизация управления для первого и третьего лица. То есть теперь можно сделать несколько схем для каждого режима. С одной стороны, это хорошо, так как можно откалибровать наиболее удобный способ управления для каждого режима. А с другой стороны, блин, теперь от первого лица у меня слетела настройка и придется ставить все заново. Хотя я как-то раньше от третьего, от первого лица играл на одних настройках и вроде бы не обламывался. Так что цели такого добавления мне не ясны. Ну, да ладно, есть и есть. Еще новиночка в управлении это новая кнопка преодоления препятствий, то есть паркура. Короче, смысл в том, чтобы освободить кнопку прыжка и оставить ее просто кнопкой для прыжка. У всех возник вопрос, зачем это нужно. На самом деле есть причина, я постараюсь ее объяснить. Представим ситуацию, что враг находится за не очень высоким забором и чтобы его уничтожить, вам необходимо подпрыгнуть. Но, находясь максимально близко к забору, с общей кнопки при прыжке вы начнете перелазить этот забор, что закончится для вас не очень радостно, скорее всего. А с другой стороны, есть две кнопки, одна из которых отвечает чисто за прыжок, а другая за паркур. И тогда в той же ситуации вы спокойно сможете прыгать и стрелять, при этом не перелазя забор. Вне препятствий обе кнопки работают как прыжок. Сразу скажу, что я скорее всего оставлю все как было, потому что доп кнопка на экране это все-таки место, которое не хочется нагромождать. Да и привык я уже играть с одной. Но если вы захотите ее поставить, то делается это легко в настройках вот таким образом. Ну и наконец-то добавили новую механику на карту Викенди, такую как следы на снегу. Теперь от ваших ног, а также от всех транспортных средств, остаются следы, по которым вас можно выследить. Правда, работают они не так, как на ПК-версии. А то есть не исчезают во прошествии целых 10 минут. Здесь система немного другая. Работает она примерно как змейка. То есть у вас есть определенное количество следов, и когда они все оказались на земле, новый след автоматически испаряет самый старый. Выглядит это вот так. Да, система не идеальна, но все же теперь можно выследить хотя бы врага, который находится недалеко от вас. Ну и, конечно же, топовая пещера с аэрдропами, о которой я уже делал отдельное видео. Теперь она тоже здесь есть. Попасть в нее можно с помощью транспортного средства, если со скорости въехать в камень у одного из входов. Либо использовать гранату. И внутри вас ждет два лут ящика с вещами, которые обычно падают в аэрдропе. Тут одна маленькая поправочка. На бета-тесте я видел два ящика, в которых был лут из аэрдропа. Но здесь в этот раз я нашел только один аэрдроп в пещере. Возможно, разработчики решили специально так сделать, чтобы уж не сильно много лута было в пещере. Теперь я полагаю, это будет настоящее место битвы на Викенде. Так как заполучить ценный лут в самом начале игры захотят многие. Пещера находится у городка Подвоста, так что теперь вы знаете куда лететь, ну либо обходить это место стороной. Все зависит от вашего игрового стиля. Еще изменения произошли в зомби-моде. Убрали этот полицейский участок, заменили его заводом, а также добавили новых зомби, несколько игровых механик и также нового зомби-босса. Обзор на это я уже делал в отдельном ролике, так что чекайте это видео, ссылку я оставлю в описании. В общем, вот так. Нежданно-негаданно, внезапно, можно сказать, вышло такое вот немаленькое обновление, с довольно большим количеством интересностей. Ну и главное, новым режимом 4х4. Тестить сегодня мы будем его вечером, на втором канале на стриме. Всех вас приглашаю, ссылочку на второй канал я также оставлю в описании. Ну у меня на этом все, я постарался как можно компактно и конкретно рассказать обо всех изменениях. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте ему лайк и конечно же подписывайтесь на канал. С вами как всегда был Маламадрас, увидимся в новом видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok